Он пригласил его к себе в офис для заключения договора. Вполне располагающий к себе человек, поэтому я внес задаток. Полная сумма была разбита на три части, 85 тысяч долларов США. По итогу дом оказался недостроен, крыша требовала ремонта. Дом мы, к сожалению, не пригодим для сдачи в РТИ. Мы продали единственное свое жилье, и семья с маленьким ребенком осталась без регистрации. Оперативники уголовного розыска задержали 44-летнего директора строительной фирмы. Мужчина на протяжении пяти лет принимал заказы на строительство частных жилых домов под ключ и на основании договора брал предоплату или даже полную стоимость заказа. Однако часть полученных денег он тратил не на стройматериалы и оплату услуг подрядчиков, а на личные нужды и приобретение автомобилей в лизинг. Причем, сделав несколько взносов, мужчина переставал платить по кредитам. Чтобы создавать видимость продвижения стройки на строительных объектах, он приобретал материалы за средства, полученные от новых заказчиков. Когда клиенты поняли, что строительство их домов не будет окончено в срок, а также что объекты не могут быть зарегистрированы в РТИ, они обратились в милицию. Строил частные дома, брал финансы у физлиц. Некоторые дома частично были недоделаны, но планируют наделать их до конца. На данный момент известно о семи потерпевших. Сумма ущерба составляет не менее 50 тысяч рублей. Проверка продолжается. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Если вы пострадали от аналогичных действий фирмы, обратитесь в милицию. Благодаря ГУВД и администрации Первомайского района я надеюсь, что дом все-таки будет сдан. Выражаем огромную благодарность за помощь и поддержку. Продолжение следует...